привет друзья с вами вами и это вновь факторе of right forwarding прошлый раз мы построили некое подобие мола которая не очень работает потому что железо мало но также сделали свинец который теперь приезжает на поезде но на самом деле не приезжает во первых потому что тут один контейнер но хотя не 2 все-таки загрузила точно в конце его выгружаются они она только дошла ясно понятно так что все-таки приезжает но я понял одну вещь которая немножко ломает этот стоп эта вещь заключается в чем если я возьму поезд и если я сделаю еще пачку контейнеров наверное вроде нет нигде и если я возьму этот поезд поставлю сюда я могу в него больше чем два контейнера положите они стакуются по 10 так что получается что если у меня здесь будет ящик с контейнерами то в поезд будут загружать по 20 контейнеров он будет уезжать туда разгружать там 20 контейнеров загружать 2 увозить обратно 2 и в итоге тут в какой-то момент накопится абсолютно полный ящик контейнеров и поезд не сможет разгрузиться и все сломается так что нужно это каким-то образом фиксить но у меня есть идея и 9 заключается в том что мне нужно логическую сеть выучить для начала и сделать провода по крайней мере провода делаются из медных кабелей и электросхем все сделается из медных кабелей и электросхем так что может быть на эту линию добавить несколько заводов которые будут этим всем заниматься медь есть схемы есть вроде все должно быть норм возьму возьму все-таки вторые сборочные автоматы так не так один дальше проблема в том что медь нужно каким-то образом между несколькими заводами перекидывать потому что я хочу оба виды проводов я хочу три вида комбинаторов так что видимо так и это будет завод медных кабелей который будет их вот сюда выкладывать остальные заводы будут их брать насколько это сработает на что кроме этого тут нужны только схемы которые не могу поэтому же белый допустить потому что этот делать не в ту сторону так что видим белый видимо белый со схемами что нужно для подстанций и где они вообще наверно могу посмотреть вот сюда вот и да для подстанций нужны красные схемы и в остальном все тоже свинец медь но не так не получится думал здесь пустить белый со схемами и здесь потом построить подстанции но мне нужен свинец отсюда медь сталь отсюда красные схемы отсюда короче там нужно будет что-то что-то хитрое придумывать но в принципе пока что я пущу этот белый вот сюда естественно мне нет железа куда без этого в этом ране немножко собираем на самом деле мог 28 сплитров здесь забрать это все не нужно было ну да так по сути мне не нужен до конца потому что этим двум заводам не нужны схемы но на самом деле мне нужно еще схемы верхним заводом подать так же так наверное я выгружать буду сюда это будут два вида проводов это будут три вида комбинаторов и все это будет ограничено тремя слотами плюс электричество ну и ждем пока надо делать а пока что можно заменить так не дотянется ладно да и следовалось но можно что-то что-то на что-то заменить я выучу всякие такие вещи сигналы кстати тоже делаются не тоже из того же из немножко другого но потом разберемся можно выучить стены чтобы получить доступ к военным пакетом они потом когда не понадобится пока что так но теперь можно поставить что это у нас делает такие провода это у нас делает такие провода такие провода это делает такие провода это делает такие провода это делает и постоянные комбинаторы и дальше мне нужно всего лишь всего лишь так сделать и все работает и теперь я могу просто взять несколько зеленых проводов вернуть сюда контейнеры я там скидывал или или что типа у меня же было несколько десятков да они все были там несколько десятков контейнеров я могу подцепить станцию вот сюда поставить считывать содержимое поезда отсылать поезд не нужно но в принципе пофиг и тут можно поставить что этот манипулятор закладывает только если контейнеры меньше двух и он их закладывает только если контейнер меньше двух еще четыре я сюда положу и в теория должна работать 1000 зеленой науки есть хорошо поезд поехал очень медленно но что поделать и наверное все таки я хочу сюда добавить уголь сделаю так и на самом деле сделаю так то что много угля здесь не нужно надеюсь но хорошо с этим разбрались теперь нужно разобраться со всем остальным это закину так камень да я хотел камень здесь кирпичи сделать на самом деле опять же их сделаю когда они будут нужны и в принципе они будут нужны если я буду делать военную науку то что не нужны стены насколько я помню да и на стены нужен камень нужно кирпичи точнее так что это мы когда-нибудь тоже сделаем но сначала я хочу сделать оранжевую науку которая транспортно так что давайте под нее все прикинем а если я хочу ее тоже 0 5 секунду то добавим ее сюда и поставим 0 5 и для этого мне нужно 7 заводов первых принципе я могу перейти не хочу такое же соотношение то есть а потом все заводы улучшены вторые и она будет делать один в секунду то что вторые заводы в два раза эффективнее но пока что прикинем на первых и мне нужно 7 заводов науки один завод больших опор и один завод рельсов и мне также нужно два завода которые будут делать прутья причем большая часть из них будет уходить на опоры как-то лучше сделать возьму сборочные автоматы и поставлю их сюда а первые закину туда чтобы они делались и также желтые манипуляторы я закинул туда и туда чтобы они делались сюда что желтые манипуляторы мне уже не понадобится надеюсь но допустим тут мы делаем большие опоры лап и для них нужны прутья и для того чтобы делать рельс тоже нужны прутья я думаю такой стоп подойдет типа один завод сюда этого будет хватать даже еще будет оставаться лишние одного завода сюда не будет хватать но 2 тоже не будет хватать мне не нужно чтобы это на стоп работала правильно в теории нужно короче что-то что-то не так считает и я склонен предположить что этот калькулятор не так считает типа это делает это тратит 8 против но хотя нет не будет работать над стопом возможно у меня тут просто округление какой-нибудь включены она не пишет где-то тут должно быть округление watch самый формат фабрик в да так понятнее и так намного лучше мне нужно на самом деле чуть чуть больше одного сборочного автомата против и 020 3 этих хотя и тогда тут получается да тут нужно 03 05 и 08 у меня 111 так что я был неправ и в итоге там остается достаточно много конвейеров и манипуляторов вернемся все-таки к этой науки 7 заводов науки и по одному заводу всего этого и чуть больше одного завода против нормально то есть в таком варианте один завод против выдает чисто сюда один выдает туда и туда этого хватает и дальше остается только подвести все остальные резы с этим есть некоторые проблемы потому что а сюда нужно железо теперь у меня есть комбинатор наверное надо не 150 на комбинаторами я теперь могу выставлять что где сюда нужно железо и только сюда нужно железо потому что она идет на эти прутья и все сюда нужно еще медь свинец и сталь а сюда нужно сталь и камень а в принципе я могу здесь провести билд с со сталью и камнем вот и сюда отдельный билд с медью и свинцом правильно сюда подводится медь свинец камень и прутья сюда подводится и сталь и камень и потом это все длинными манипуляторами выгружается так так пока что но будет потом перри перешатать все как-то но это длинными манипуляторами выгружается складывается так и едет делать науку семи заводах просто так и наука выдается на эту сторону вроде бы достаточно логично и достаточно нормально единственно что нужно как-то здесь белты объединять здесь белты объединять тут какой-то хаос получается кстати так что наверное нужно вот так на самом деле сделать чтобы больше места было для объединения других вещей на хотя если я тут буду еще свинец пускать на не тут потому что это все нужно будет сдвинуть немножко левее получается мне нужно четыре клятки свободных и дальше мы все это берем и перемещаем сюда но ниже скорее всего пока что вот так поставлю снесу вот это вот все он не буду строить новое потому что хочу прикинуть как развод будет выглядеть то есть я явно это хочу в этих местах ну и соответственно железо у нас просто вот так вот отводится и это не проблема дальше меди свинец медь тоже не проблема она просто приходит сюда свинец я хочу через одну клетку то он должен приходить сюда так что меди свинец есть и остается камень и у стоп что поезд почему у тебя кончилось топлив потому что я сюда не закинул над потом потом сходим заправим сначала это нужно достроить дальше вот сюда вот нужно камень и сталь принципе я могу вот это отпустить дальше подземными это немножко странно но работает и теперь если я так вырежу то он и скопирует на только то что только то что нужно так это мы тоже снесем чтобы не мешало теперь нужно просто это вот так вот вставить и все будет работать и останется только это все построить но у совы опять же очень сильно все упрощает на самом деле с канавлю 2 белта поставлю так она еще нужно естественно электричество подключить манипуляторы что мне все и все такое так и так вроде бы все тут придется таким образом расставлять тут она закладывает до хрена можно было бы сделать на самом деле да почему зачем объединять если можно сделать просто манипулятор отдельных и все норм и все работает и наука производится и первая сейчас достроиться и мне выдадут вы выдаст оповещение до первая транспортная наука а я остается только отправить ее сюда видимо таким образом можно было бы конечно эти заводы построить здесь она была бы шире но раньше бы начиналось надо я хочу чтобы они по одной стороне белта только шли потому что по другой стороне белта будет идти военная видимо наука а и каким образом я сюда буду доставлять следующие науки это вопрос но наверное могу сделать просто внешний белт если не делать лабы в несколько рядов ну или даже если делать несколько рядов типа сделаю я еще один ряд таким образом поставлю просто здесь вот так вот и с этой стороны буду загружать еще одну науку но можно просто один рад делать ладно погнали заправим поезд который там где-то остался без топлива почему-то и после этого проведем кирпичи и будем думать над военной наукой наверное я думаю стоит ее построить и после этого уже строить себе всякие корабли и прочие вещи чтобы разведывать соседние острова так поезд почему-то так далеко становился снимок поближе поставлю его вручной режим чтобы он не уехал как только в него закину первое топливо так 50 топлива там 50 топлива там и поехал ну и теперь у меня в него загружается топливо здесь так что наверное наверное она не будет кончаться я надеюсь матерь вернемся на вас можно вообще посмотреть что я теперь могу исследовать желтый наукой оранжевый я могу исследовать транспортировку и хранение жидкости что дает мне подземные трубы резервуары помпы бочки и все с ними связано и от все хорошо и потом это открывает когда-то очень не скоро переработка плутония но это очень не скоро это открывает танкеры и вагоны цитерны это все хорошо для жидкости но прямо сейчас мне не нужно я могу сделать машину и потом я почти сразу же смогу сделать броненосец но после взрывчатки правда только это корабль с пушкой а и также со следующей наукой я смогу сделать судно на воздушной подушке что звучит удобно и потом апгрейдить его до судно на воздушной подушке с ракетной турелью что тоже звучит удобно но это все несколько несколько позже и также я могу сделать водный транспорт это даст мне лодку которая примерно как машина но лодка и также это потом откроет мне автоматизацию водного транспорта позволит мне строить грузовые корабли лодка на самом деле не совсем как машина она может работать как грузовой корабль но инвентарь у меня не очень большой вроде бы но это я точно хочу выучить чтобы найти соседние острова и все такое и наверное сразу автоматизацию это позволит мне строить порт и потом сигналы для водного транспорта тоже немножко важно и наверное грузовые корабли тоже немножко важно и после этого дреджинг это типа короче копательные подводные платформы которые позволяют выкапывать всякие металлические ноутлы из которых делается несколько видов металла серно-кислотой ладно разберемся постепенно с электричеством не все нормально радар может быть нашел типа по моему так это мелкая вода и мелкая вода обычно рядом с суши и правильно то есть наверное там есть еще один остров но это не точно вообще нет это все отменю машину я тоже хочу так что сначала корабль потом машина и потом уже вот это вот все сойдет тут нет тут нет железа стандартная проблема ну хорошо возьму конвейеры а я наверное здесь сделаю то же самое что я делал в другом месте отфильтрую так и буду загружать сундуки остатками наверное этот с лимитом потому что мне прям супер до хрена этих столбов не нужно но рельсы не помешают дополнительно манипуляторы на самом деле мне тоже уже не нужны так что это я снесу и это я видимо перекинул в тот сундук который с манипуляторами здесь чтобы из них делались более крутые туда столько не туда столько не влезет на остальное могу руками докидать или нет потому что да тоже столько не влезет ну ладно нет так нет потом когда не покидаю я возьму еще немножко конвейеров здесь парус так в подземных немножко разделителей и у меня уже все достаточно неплохо с ресурсами не знаю куда я деваю твердо топливные буры крафтится ли из них что-нибудь хотя бы использование нет ничего из них не крафтится так что я их скидываю в сундук это наверно хороший повод разобрать хотя куда я уголь буду девать это хороший повод разобрать все остальные так угли могу закидать в плавильни я могу просто шевца нажать это закидает само в том числе в эти плавильни но с этим мы потом разберемся а где у меня еще такие буро остались здесь немножко на камне 4 вроде бы все смогу ко мне тоже дохрена но это я сейчас построю плавильни под него и разберусь с этим плавильни кстати тоже нужно построить я в принципе изучил стальные но для них нужны кирпичи как раз так что после того как кирпичи сделаем ими тоже наверное займемся где-нибудь как-нибудь кирпичи и стальные балки можно куда-нибудь кирпичи подвести я правда не уверен куда где есть сталь и делать их но да пока что я все это закидал сюда и теперь можно просто взять расстрелять нахрен этот ящик все ничего не было никаких буров но хотя не повели мне там не нужны что вообще хорошо так мне нужны такие буры и их уже много я думаю я думаю мне нужно все-таки больше железа так что давайте заодно расширим железную плавильню для того чтобы ее расширить нужно освободить немножко место здесь для того чтобы освободить немножко места здесь стал бы еще надо взять которые вот здесь 200 штук сойдет для того чтобы сводить место здесь мне нужно электричество как-то по-другому проводить как-то по-другому это но для начала просто тупо вот так и эта база уже питается шахты вырубится это нормально к ним сейчас еще подведем железо вообще пропадет на какое-то время но на какое-то время так это разобрали это разобрали и также мне нужно освободить место чтобы тут не было этого конвейер с углем по моему он у меня изначально так был потом я его так провела теперь я его обратно так провожу неважно я просто копирует сетап но на самом деле сложно скопировать сетап потому что потому что сейчас массовая конструкция немножко мешает скорее ну или не помогает пусть будет на желтых манипуляторах пока они у меня не кончится кончится поставим сине так они мне даже хотим теперь сюда нужен еще уголь так не получится нормально еще железо и поскольку каждая половине выдает меньше целого белта то я могу их просто так объединить не будет но и теперь остается расставить столбы как я их расставляю их расставляю на первых вот так и отсюда же можно подключить на самом деле можно тут тоже расставить столбы нормально и теперь у меня здесь везде нормальные столбы вроде бы она отсюда же можно подключить таким вот образом столбы сюда и все уголь есть хочу ли его больше типа это все выдает 7 я могу еще ряд поставить такой же нет не так и такие столбы можно перекидывать прямо сквозь капалки на самом деле их можно немножко реже ставить но пока что так на самом деле да я хочу поставить побольше места так же типа вот так и пока что приоритет входа влево чтобы сначала потратилась эта линия она нихрена не потратить потому что там с одной стороны только забирается но потом разберемся ну или не потом разберемся а я просто снесу это все и сэкономлю сплиттер проблема в том что не влезает но я нажал шифт c куда-то положил камень интересно куда в сундук просто сундук видимо сойдет теперь мне хрена не хватит на железо шахт так что возьмем еще немножко на полного стака это все добывает сколько это все добывает 12 теперь это все добывает 15 это ровно один билд но мне нужно больше одного билда потому что у меня один билд идет на сталь один билд идет на железо так что на самом деле я сделаю вот так странный камень зачем ты меня сдвинул также я снесу все эти столбы и поставлю новые нормальные потому что так много столбов мне не нужно тут все-таки еще один придется поставить нет я хочу убирать столбы и теперь одна линия у меня выдает 12 половиной а вторая линия у меня выдает 13 а и в принципе для удобства я вот так вот сделаю и вот так вот сделаю может быть даже так чтобы она условно балансилась прям совсем баланс это она не будет это нужен 2 в 3 балансер который у меня где-то здесь должен быть но мне не обязательно чтобы она прям поровну все это разделяло между тремя билдами а теперь медь подключить просто на самом деле не просто подключить тут я тоже хочу добавить шахт не супер много но сколько-то типа хотя бы вот так так тут я кстати конвейер не добавил это это неправильно без конвейеров она не будет работать не вылезает не хотел обратно сюда же кость 1 и чо он стоит ждет а он стоит потому что не откуда выгружать свинец из-за этого не разгружается 2 контейнер короче все нормально он стоит потому что некуда разгружаться но не напрямую некуда разгружаться просто не кота разгружаться а кто я хочу все эти вещи дать во первых углях чего-то вот закинуть возможностях там он везде полный медную ряду сюда и все это работает это работает это работает тут все хорошо мне нужен еще камень из которого будут делаться кирпичи хочу ли отдельную линию под от нар нет наверное просто вот так вот сделаю вообще у меня у меня все лишь 5 капалок осталось до будем считать что этого хватит и на кирпичи и на камень и того и другого нужно достаточно немного пока что так что вот так и тут я просто разделю каким-то образом мне это нужно вывести вот туда вот наверх интересно каким учитывая весь этот хаос наверно перекинуть здесь и потом здесь и потом тут три раза видимо да так мне интересно медная лампа ярко но жрет топлива ярко и оранжево так же она 2 на 2 не используйте такое конечно не буду но все равно интересно на самом деле не совсем так очень надеюсь что мне на этой базе не понадобится больше плавитель ну что еще одно я уголь не смогу подвести еще к одной тут даже уже немножко кирпича есть из того что я руками закидывал можно закинуть еще и теперь сами эти кирпичи на эту линию железо появилось какое-то количество но конечно все равно все уходит сюда и потом сюда через какое-то время он забьется и перестанет но покажется этим есть некоторые проблемы особенно тут некоторые проблемы будут если я сейчас заберу еще там 10 стаков конвейеров а я заберу потому что у меня не кончаются ладно теперь нужно думать насчет военной науки что она мне вообще дает также не на нее нужно еще еще пары исследований ладно я пока что это все поотменяю тоже потому что я все-таки хочу военную науку выучить так что так она мне дает мины что не особо нужно она дает мне огнемет что тоже не особо нужно ракеты но для этого мне нужно взрывчатку так что это еще через какое-то время пока что он дает мне только дронов но потом она естественно нужна для всяких термолизерных реакторов и прочих подобных вещей концентрированная солнечная энергия башня солнечной энергии остатное зеркало короче зеркала на башню отражают энергию и потом это это башни выдает 60 мегаватт и имеет бонус от соседей видимо интересно эндгеймовая солнечная энергия надо покажет так так еще раз это все прокликать но первые военные исследования выучиться быстро потому что у меня есть запас красный и зеленый науки но у меня нет какого-то спланированного сетапа военный науки он кажется вряд ли сильно изменился но я не помню как он работал в ваниле так что нужно просто ждать какое-то время видимо я могу конечно слегка планировать то что для него нужно но на самом деле не могу потому что магазин с моими патронами не могу делать стены она стены я могу делать сюда я тоже не могу пока что добавить так что чуть ждем может быть там не остров а просто типа это не такая мель которая совсем мелкая по которой ходить можно это такая вот более светлая вода которая на карте более светлая они на карте не особо отличается ладно есть еще вариант что можно сделать это пробежаться по края к краям острова с большими столбами которые у меня кстати уже есть и расставить там радары чтобы во все стороны так светить но это нужно бегать военные наука мне сейчас уже исследуется скоро но пока что все равно это все возьму и потом чем-то таким займусь эту штуку я поставлю она не будет светить но но она будет существовать что насчет обычных ламп кстати обычные лампы обычные ничего не меняют но также тут есть большие лампы которые жрут 20 киловатт и наверное они тоже 4 на 4 2 на 2 и больше светят и также тут есть напольные лампы которые которым ходить видимо можно интересно 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 теперь кстати когда у меня есть кирпичи которые стоят мне их уже подвергся который меня массово производится я могу дорогу все-таки расширить насколько то по крайней мере и чуть быстрее по ней бегать проблема в том что кирпича у меня не особо много это жрет пол белта который туда и приходит и выдает четверть белта и больше я там не получу ладно военная наука когда-нибудь научиться наверное нужно еще пару лабораторий добавить по крайней мере и для этого мне нужны схемы они схемы шатеренки смысле шатеренки и схемы это немножко разные вещи я отсюда наворую и добавлю 4 лабы чтобы быстрее изучать а также наверное с нормальными столбами я могу меньше хаоса сделать хотя на самом деле не совсем по крайней мере чуть меньше итак она будет чуть быстрее учиться интересно сколько они жрут 0 4 в секунду я произвожу 0 5 в всего кроме оранжевый так что можно даже еще парочку добавить но не будем потому что у меня до изучил все и можно до изучил же и где где моя военная наука если одну руками скрафчена сюда сюда добавится короче она показать недоступны тоже 0 5 или на самом деле один и поменять дефолтные автоматы на такие 6 и 7 чтоб у них не такая же скорость да у них не в два раза больше скорость тогда все-таки 0 5 потому что проще считать ладно мне нужны магазины не не разгружать их из ящика крафтить я тогда все-таки такие поменяю и мне нужны гранаты и мне нужны стены и того мне нужно 4 завода гранат полтора завода магазинов и один завод стен на 5 заводов науки в теории это должно быть стандартное соотношение как ванили но я нихрена не помню как я строить стопа так что будем строить заново опять заводов науки плюс два завода патронов 4 завода гранат один завод стен для патронов нужны еще предыдущие не не нужны еще предыдущие патроны окей это не то как ванили по моему было что вроде бы красный патрон делались из желтых ну и плюс они тут явно делаются из свинца так что ванили было явно не так с этим но все же так и стены стены проще всего подводим к ним камень кирпичи и уводим стены это не проблема так что это самое унылое гранаты и патроны немножко сложнее общих лесов у них нет общих лесов тут ни у чего нет но в принципе промежуточных лесов тут тоже никаких нет так что 4 завода гранат к ним подводится за построили вот сразу но к ним подводится уголь и железо сюда подводится свинец медь и сталь она выгружается на один конвейер с разных сторон можно типа вот так сделать этот один конвейер идет сюда не 5 это 1 это 4 а с другой стороны делают стены можно даже так насколько стенам будет хватать одного манипулятора должно но не им нужно три манипулятора на загрузку но мне нужно 05 могу 05 поставить тогда им нужно два манипулятора на загрузку один на выгрузку типа так вон с углов она не очень хорошо берет так что лучше типа так и в принципе я могу сделать вот так и сюда же выгружать наука и потом просто сделать так есть это получается на внутреннюю сторону будет грузить этого белка это на внешне отсюда только внешне уходит и уходит на вот сюда тоже на внешне хороший вариант менее хороший вариант вот с этим всем сюда нужно тоже грузить эти вещи могу это поставить несколько выше типа вот так а сюда подвести допустим свинец по этой стороне это тогда мне нужно будет отодвинуть немножко вообще что здесь по одному манипулятору на все а если длинный взять на выгрузку достаточно тогда такой вариант не устраивает что сюда подводится рез и для этих двух заводов выгружаются туда гранаты выгружаются так так и для гранат с отец нарез и подводится с этой стороны окей тогда получается это свинец это камень нет ни камень и кирпичи суть примерно та же это железо точнее медь плюс сталь и это уголь плюс железо вроде все норм можно сэкономить подземные белки сделал вот так и вроде все норм только все нужно ближе сюда и наверное выше но сейчас разберемся и так сюда у меня приходит свинец что чуть сложно но возможно просто так скопирую а кирпичи в принципе можно переместить сюда правильно и вообще для них два манипулятора нужно так что их можно через одну клятку короче вот так это кирпичи дальше медь плюс стали это немножко сложно но можно чуть дальше просто и подвести ну что-то и с медью и со сталью есть некоторые проблемы так я могу через верх пустить не так на самом деле вот так я в принципе могу даже здесь же именно нет здесь не могу если одну клетку левее то я мог бы типа вот так вот провести но это слишком странно так что все сюда и остается на эту линию железо плюс уголь которого у меня тут нихрена нет воде сейчас расширим его добычу еще раз и проведем сюда одну линию как раз одна линия свободно и скорее всего это последнее что нужно на этой базе а что даже расширять не обязательно хотя можем может быть стоит ладно пусть будет так пусть будет так хочу ли я тут место еще под одну плавильню наверное есть смысл оставить если что потом сделаем там пробел и потом еще одну плавильню так так тут чуть-чуть сложно на самом деле не очень хватит меня конверами двигать мне нужно чтобы она сюда выходила вроде так на самом деле лучше так а и теперь это все снести и переставить и в теории это будет военная наука и так же можно будет сделать корабль по сути уже можно потому что он уже выучился и поплавать вокруг острова и посмотреть что где происходит так же сделать машину проблема в том что двигатели ну не я сделал там контейнер который точнее не контейнера ящик в который они выгружаются так что двигатели тоже не проблема так это все мы строим здесь наверно можно вообще вот так это можно снести это должен быть подземный конвейер это так так точно ли я все правильно сделал 4 полтора то есть два 5 05 5 05 да все правильно я не думаю что мне особо понадобятся стены в этом ране учитывая что острова но гранаты и патроны наверное стоит опять же отфильтровать и поставить пару ящиков и теперь остается только электричество это еще на одну клетку дальше чтобы доставало так потому что тут по другому не получится так все через одно можно ставить работает если мне захочется стены то я могу это на одну клетку вниз сдвинуть и забирать вот стал вот тоже сундук но я думаю мне и без тем норм пока что тут как-то три клятки осталось так что нужно было на один проверить устроить на что поделать она не написала что я сделал науку то что до этого один одну банку сделал руками но зато она есть и можно что-то изучать давайте сделаем машину и корабль чтоб машины не выучил или я слепой лодка я вижу машина я не вижу на машину я не выучил хотя и тогда это а потом все таки это и потом это надо тогда сделаем просто корабль 25 двигателей и мне всего хватает не так же волос это у первую лодку я также заберу побольше угля потому что топлива сколько на машину нужно двигатели 8 так что машину я тоже смогу сделать особенно если чуть железо взять теперь можно эту лодку скрафтить и разведывать другие острова я думаю вот что я все-таки проведу в правый верхний угол типа вот туда вот провод и там поставлю радар сам поставлю лодку день здесь и поеду на север но также я думаю я сделаю сейчас лодку саду в нее и на этом но чуть прокатимся посмотрим как она работает но на этом видео закончим и я за кадром проплыву вокруг и разведу где что потому что лодка не особо быстро и пробовал в другом север делать я на этом остановился дальше дальше лодки ничего не видел этом моде но лодка не особо быстро и острова не то чтобы прям супер плотно натыкан так что если я буду на видео их искать то это может быть что следующее видео будет 40 минут как я плаваю кругами на лодке ищу острова и кроме этого ничего не происходит так что наверное лучше все-таки за кадром сделать мне кажется в таком в таком моде что острова и они достаточно далеко друг от друга нужно что-то более хорошая в плане радаров и может быть там есть что-то я видел что там есть какой-то геосканер или что-то такое что наоборот землю сканирует далеко типа я на острове его один ставлю и мне весь остров разведы разведывает правда не уверен где я это видел но я видел что такое есть технология где-то может быть и для воды есть какой-нибудь сонар который мне воду разведает на большое расстояние не показывая что на островах но показывая границы островов но опять же я даже не уверен где у меня этот был наземный радар сейчас я учет не вижу может быть он был в какой-то еще технологии как вторичка что он не здесь отдельно отображается не уверен они а вот он сейсмический сканер дальше радара но только только по земле я не уверен тут тут не написано насколько дальше радара написано что дальность в один чанк это это очень немного а у радара что написано у радара 17 дальность но видимо она как-то как-то не так работает 1 по моему достаточно хорошее место чтобы поставить радар чтобы он сканил этот угол и дальше вот он наша лодка которая вполне выглядит как лодка так ее можно поставить на ручном управлении и можно поставить на водные пути чтобы она как поезд работала а у нее до хрена слотов для топлива как идеально и она плавает оружие нет встроенного ничего нет оружия кстати мне тоже стоит наверное скрафтить потому что скорее всего на других островах мобы будут ну и также нужно следить чтобы топлива не закончилась на его достаточно много мне кажется что это на пару часов хватит но как так я пока что поплыву ровно на север посмотрим что там найдем относительно ровно север может быть имеет смысл проплыть вокруг своего острова чтобы просто границы его точнее узнать но я бы хотел найти либо другой остров либо хоть что-нибудь сегодня уж так тут рыба есть рыба это достаточно стандартно она помимо островов тут еще бывает ресурсы водя во первых те которые этим дреджингом выкапываются во вторых нефть может быть не только в воде я на сто процентов не уверен по крайней мере на моем стартовом острове и нет но тут как-то но хотя вот тут что-то более светлая вода мне кажется что более светлая вода там где острова но опять же может быть я не прав мель точно там где острова но тут пока что не мель а просто более светлая вода это потратила за это время 7 угля из двухсот пятидесяти но похоже все-таки не остров что мне кстати загрязнение она в любом случае до соседних остров не достает хорошо но просто я боюсь что вдруг на самом деле я пропустил и там где-нибудь вот здесь есть одно гнездо о мель ну да если где-нибудь вот здесь есть одно гнездо то она может на меня скоро начать нападать но наверное наверное все таки нет вот здесь есть гнездо его уже видно на карте довольно мелко пар червей одно гнездо но у меня сейчас оружие немножко нет ну да мы нашли еще один остров может быть от остров на которым мы будем переселяться или по крайней мере с которого мы будем ресурсы на свой основной таскать мне не очень нравится мой стартовый остров я бы хотел что-то немножко побольше по крайней мере в том плане чтобы если бы здесь не было от этой воды он был сплошным то меня бы это устроило но так тут юзабельная поверхность типа вот такая всего лишь по ширине если по вертикали строить базу или типа такая еще меньше если по горизонтали так что может быть если найду остров которые более монолитный как бы без всяких озер внутри то может быть одна него полностью переселился но если нет в принципе мой стартовый остров нормальный до базы на него влезет уран требуется 1 чистоту все еще могу я скрафтить я могу скрафтить ппшку и не особо могу скрафтить патроны пнев вся какое-то количество можно этот остров выглядит чуть больше моего а если я врежусь в сушу то это мне лодку задамажит вроде как так что чуть аккуратно плавать ну так же как если я там на машине врежусь в камень в какой-нибудь на этот остров явно больше моего но или потом окажется что он на пол экрана дальше шириной он просто очень очень кривой и тонкий тут еще уран который странно заспавнился что большей части этого урана не существует залив такой там видно еще воду где-то если были солнечные панели сейчас то можно было бы поставить просто тут радар солнечной панели и постепенно разведывать но увы до этого еще какое-то время наверное все таки на этом хотя наверное я хочу машину еще скрафтить и про нее не написала что это что-то новое что скрафтил может быть если я поставлю все равно нет машины стандартная с пулеметом и все такое ну да наверное на этом я закончу на сегодня за кадром я проплыву вокруг этого острова по кругу чтобы узнать его границы и еще поплаваю поищу что еще поблизости есть что этот остров какой-то прям совсем здоровый и отвоевывать его полностью мне сейчас не хотелось но это все следующий раз на сегодня тогда на этом все я надеюсь вам понравилось видео спасибо за просмотр с вами был вами пока